Лучший подарок для страны, здоровые и крепкие ее граждане в День России, массовые патриотические гуляния разбавляет традиционный летний фестиваль здорового образа жизни «Силач». На одной площадке собираются представители различных спортивных федераций и сообществ. И вместе популяризируют ЗОЖ и работают над красотой и силой собственного тела. В этом году мы расширили блок показательных выступлений по единоборствам. Добавились федерации, которые приняли участие. Удалось организовать детскую площадку с различными интересными активностями. У сцены больше возможности зрителям поучаствовать в фитнес-разминках различных. Программа дня очень насыщенная. Спортсмены соревнуются в народном джиме, кроссфите, масс- и армрестлинге. Поскольку праздник патриотичный, на отдельной площадке можно попробовать сдать нормы ГТО. Для того, чтобы у нации было спортивное будущее, задействуют и детей. Им на праздники здоровья особенно рады. Поучаствовать в состязаниях могли обычные прохожие. Здесь им предлагали поднимать гири в 16, 24 или 32 килограмма. За три минуты в среднем получится это сделать около 50 раз. Мышцы – это не самое главное. Самое главное – сухожилия, я думаю. Их хорошо поставлено дыхание. Я много отношу гиревиков к легкоатлетам. Потому что силовая выносность прежде всего. Их четкость выполнения, хорошая фиксация – это залог успеха. А это самые настоящие русские богатыри – силачи на максималках. В наш город приехали, чтобы показать свои умения. Им поддавались веса в 300 килограммов. Попробовать предлагали и зрителям, тем, кто не испугается. В таком спорте каждый подход уже экстрим. Из-за огромной нагрузки на организм и неклассических траекторий движения. Самое необычное, если необычное, это была тяга самого большого в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия». Он был 375 тонн. И мы в команде 10 человек его протянули на 17 метров. И это был зарегистрирован рекорд Гиннеса. Своим примером участники фестиваля доказывают, чтобы заниматься спортом, достаточно лишь желания. Можно обойтись без дорогих абонементов в спортивные или тренажерные залы. Турники есть и на улице. Главное, чтобы погода не подвела. Плюс, отмечают организаторы, ивановцам есть куда стремиться. Еще несколько экстремальных направлений совсем не освоены. И можно стать первопроходцем. Мария Смирнова, Антон Осипов, Эртова, Иванова.